Удивительно простая форска. L квадрат это Bc минус xy. Bc это произведение вот этих вопросов. xy произведение вот этих. Ну то есть понятно, что у нас есть формула для x и есть формула для y. Поэтому, конечно, там можно подставить и получится чуть-чуть другая формула для квадрата Bc-крыса. Но это все как раз уже неинтересно, потому что x выразить вы видите, что легко. И запоминать ту формулу как раз не надо, потому что она достаточно сложная и обязательно ничего не доперепутите. А вот эту формулу запомнить легко, потому что она короткая, здесь перемутывая тротуар. Понимаете? Перемножил стороны, между которыми Bc-крыса проходит, и перемножил отрезки, на которые Bc-крыса делит стороны. Вот, давайте, давайте, собственно, мы пытаемся отказать. То есть это все, конечно, замечательно, что я сказал. Но надо же не просто выслушать меня, но и надо доказать. Я сейчас дам вам подсказку, потому что боюсь, что без подсказки вы будете делать док, потому что вообще не делайте. Bc-крыса делит, по теореме о вписанном угле, пополам дугу. Понимаете? Это важнейшее свойство Bc-крыса. Вот это вот, это не просто точка, а вот эти вот две руки работают нам. Замечательно. Так вот, господа, смотрите. Вот это L. Вот это у нас будет B. То есть это решено B. Вот эта решена будет C. Сторона будет C. Давайте вот этот отрезочек обозначим Vm. Вот этот отрезок, который от точки, от основания C, L у меня был обозначен буквой X, а вот этот вот отрезок был обозначен буквой Y. Так вот, почему я люблю эту задачу? Потому что пока вы ее решаете, вы много чему научитесь. Господа, оказывается, оказывается, есть замечательное совершенно свойство. Lm равняется X умножить на 1. И, вот это очень важно, это свойство не только для бисектрисы. Это всегда. Всегда, когда у нас есть окружность, а в этой окружности есть совершенно произвольные какие-то там кольты, я не знаю, под каким углом, то есть абсолютно любые верховцы, да? Я не знаю, вот так что-то такое. Давайте точки A, B, C, D, и какая-то там точка пересечения B. Оказывается, верна потрясающе важная форма. Она действительно очень важна. А, B умножить на B, C, это B, B умножить на B, D. Более того, у этой штуки есть даже продолжение. Это есть квадрат радиуса окружности минус OP в квадрате. Ну, где O, разумеется, центр окружности, и R радиус, это понятно, да? Вот OP это состояние энергии. Вот это одна из важнейших теорем про окружность. Как только ее докажем, у нас получится вот это равенство. И после этого уже для случая бисектризы надо будет понять, как же отсюда получить, что L в квадрате это B, C минус X. Вот, давайте. А давайте я объясню, откуда вот это берется. Это тоже совсем не так. Вот смотрите, здесь стоит написано, что как ни проводи корду, а произведение отрезка будет одно и то же, да? Отлично. Тогда давайте мы проведем его вот так. Ну, просто вот. Проведем прямую OP. Тогда скажите, пожалуйста, вот этот отрезок будет сколько? Вот и вот. из точки P через точку O и до сюда. От точки P сюда сколько будет? R плюс OP. R плюс OP. Отлично. А R сколько будет? R минус OP. R минус OP. Отлично. А перемножать, как умеете? А, R квадрат минус OP. Это называется формула сокращенного умножения разность квадратов. Это минус на первом тренеете было. Ну, не важно, когда это было. Ну, важно, что это правда. Это правда. Вот. Вот. Значит, если вот это равенство верно для любых двух хорд, то в частности, когда вы проведете вот так, получается, что вот это. Уже хорошо. Уже хорошо. Замечательно. Ну, теперь, почему вот это вот? Почему это очевидно? Для этого надо знать, что они вам описаны. Все помнят? Да. Углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. Значит, надо увидеть, где там какие-то углы, которые опираются на одну и ту же дугу, и, соответственно, увидеть, где там какие-то подобные треугольники. На самом деле подобных треугольников там много. Будьте добры, их увидите. Ну, давай нашел. Что? Ну, давай нашел. Какие? СДП, АПВ. СДП. Давайте мы его... Все, смотри. СДП. Это вот такой, да? Давайте я хочу. СДП. Так. Вот. Секунду. Мы хотели углы. Вот этот угол, вот этот, и угол В. Так? Да. Замечательно. Какому он подобен? А, В, В. Неверно. Почему? Вот неверно и все. Что? А, В. Он подобен треугольнику... А, В, В, В. Нет, не А. У вершины С и у вершины В. Все-таки В. Дальше. В Де это то же самое, что А. Вот. Ну и В, а В есть В. Когда вы называете подобный треугольник, порядок вершин важен. Вот эти два треугольника тоже подобные. Ну да, конечно, потому что... Ну, это очень интересно. Потому что мне на самом деле... Смотрите, что сейчас нужно. Давайте я покажу отрезки. А, В. Видите? Да. Это вот это. ПС. Видите? Это вот этот отрезок. Хорошо. БП. Это вот этот отрезок, да? И ПД. Это вот этот. А теперь, смотрите, в подобных треугольниках верно такое соотношение, что когда вы берете вот этот отрезок делиться на этот, это будет то же самое, что когда вы берете этот отрезок делиться на этот. Правильно? Когда берете вот этот делиться на этот, это будет то же самое, что этот делиться на этот. Ну, может, я их плохо отметил, значит, наверное, вот так отметил. Да? Итак, поехали. СП разделить на ПД. Давайте вот это делить. СП, ПД. Это то же самое, что ВВ разделить на ВА. А если умножить на то и на то, то получится вот это равенство. То есть, ПА поднимается вот сюда, получается вот это. И ПД поднимается вот сюда. СП, ПД поднимается вот сюда. Да. Поняли? Вот. Вот. Иногда это называют степень точки. Дело в том, что вот эта величина, она очень важна. Единственная степенью точки называют все-таки не отличная, а ее со знакомыми. Для того, чтобы... Дайте, я запишу. Степень точки. Мне кажется, очень жалко, что по-русски они нашли какую-то более благодушную фразу. То есть, непонятно, какая степень вообще. То есть, надо было как-то назвать, поэтому это слово взяли, вот, но, значит, важно, что вот это выражение в геометрии чрезвычайно важно, и оно равно нулю для всех точек окружности. Оно меньше нуля, когда точка П лежит внутри окружности, и оно больше нуля, когда точка П лежит вне окружности. Поняли? Поняли. Так, пока мы про это не будем говорить, потому что мы на самом деле еще много раз когда-то вернемся, когда будем этим окружностям заниматься. Вот, сейчас идем на левую. Мы уже доказали равенство Lm равно xy. Мы молодцы. Маленькая проблема. Для того, чтобы получить равенство L в квадрате равно bc минус xy, нам нужно избавиться от величины m. Давайте я, значит, покажу. Мы знаем вот это, что мы с вами хотим. Мы хотим доказать такую формулу. L в квадрате – это bc минус xy. Пока мы ее еще не знаем. Понятно, что для того, чтобы вот из этой формулы вывести свету, надо избавиться от Vm, потому что Vm в нижней формуле просто-напросто нет. А для этого, господа, нужно увидеть какой-то треугольник. Нужно увидеть какое-то подобие. Вот обычно школьники его значительно долго ищут. Но оно есть. И здесь уже это только для Vm, то есть вот то, что на правой доске у нас было, относилось к любым внуковым. А вот сейчас вы должны увидеть какие-то подобные треугольники уже, вот, только для случая, когда проведена веса лица. Чтобы вам было легче, давайте я сюда напишу точку к. Это то самое соотношение, благодаря которому xy равняется Lm. Это то, что мы уже знаем. Еще раз, верхнее соотношение Lm уже не надо обсуждать, мы его уже знаем. А вот сейчас нужно увидеть еще какие-то треугольники. Как только вы это сделаете, задача практически будет сразу решена. Возможно. Да? А, С, К и А, Л, Б. А, С, К и? А, Л, Б. Отлично. А почему они подобные? Вы не имеете права перерисовать одну тушку, потому что она уже использована. Здесь надо нарисовать две, и тут две. Отойдите чуть-чуть на шаг. И дай всем осознать. Господа, это называется теорема письма углы. Вот угол А, К, С опирается на вот эту дугу. И угол А, Б, С опирается на эту дугу. Все, они равны. Отлично. А еще? Вот, ну, всегда этих углов для... А они вам нужны? Угол состоятельных углов. А, ну да, эти два тоже. Все, у нас тут все. А, ну да. Дело в том, что сумма углов треугольника 108 градусов. Поэтому, если вы про два угла знаете, то третий уже автоматически будет такой градус. Итак, давайте аккуратно запишем, что нам только что сказали. Треугольник А, С, Х подобен треугольнику А, Л, Б. Увидели? Давайте я вот этот треугольник. Вот этот треугольник. И он замечательно подобен вот этому. Это такая замечательная штука. Вы поворачиваете и немножко уменьшаете. Так, кстати, почему вот этот угол равен этому, более-менее понятно. Потому что, смотрите, ведь у нас вот этот вот угол, вот этот угол, это полсумма вот этих туг. Это, правда, тоже надо будет потом обсуждать, почему это так. Ну, ладно, бог с ним. В общем, третий угол не нужно проверять, потому что по двум уже достаточно. Хотя, довольно скоро вы сможете и третью, чтобы понять, почему он равен. Так, господа, давайте формулу переписать. С разделить на Л плюс М, потому что Л поделить на Б. Так, С разделить на Л плюс М, это отношение стороны одного треугольника к стороне другого. Другого, да? И вот это... Что? Потому что Л поделить на Б. Потому что при подобии как раз... Так, пишите. С разделить на Л плюс М, это то же самое, что... Л поделить на Б, не так пишите. Б, это не мягкий знак, да? Смотрите, у нас у вот этого треугольника есть сторона С, а у большого вот этого соответствующая сторона Л плюс М. Отлично. Теперь, вот у этого треугольника есть сторона Л, а у большого соответствующая сторона В. Понятно? И вот теперь надо просто-напросто вот это соотношение записать без дробей. То есть, С, В равно... Да. Отлично. А ЛМ не значит, что это Х. Да-да-да, продолжайте, правильно сказать. Значит, вместо ИМ напишите Х. Л квадрат плюс Х. ИМ. Все. Все? У него все получилось. Поняли? Он записал по грубе, записал его без дробей и ЛМ заменил на Х. Все. ВС это Л квадрат плюс Х. Поняли? Вот, значит, господа, поскольку эта штука в учебном смысле важна, давайте сейчас сделаем вот что. Вы выведите форму для бисектриса внешнего угла. ИМ. ИМ.